Около 8 тысяч вакансий в этом году предлагают работодатели Одесской области. Врачи, трактористы, медсестры, охранники, продавцы, кассиры, упаковщики, разнорабочие. В списке актуальных профессий находятся под номером один. Одесский центр занятости устроил ярмарку вакансий для переселенцев. Подробности у Ольги Голодовой. Здесь многолюдно и шумно. Эти люди – переселенцы. Они пришли на ярмарку, чтобы найти работу. Дарья из Мариуполя. В Одессу переехала в июне прошлого года. Сейчас она решила стать предпринимателем. Предприятие зарегистрирует на востоке страны, а реализовывать будет у нас в Одессе. Последняя моя работа – это воспитатель в детском саду. Образование вообще филологическое. Поэтому сейчас, когда я пытаюсь найти работу воспитателя, не получается, так как в Горану не пропускают с образованием педагогическим. Нужно дошкольное. Ищу работу госслужащего, юриста, возможно, экономиста. Работала последнее место работы прокуратура Луганской области. Уровень трудоустройства среди переселенцев чуть выше 20%. На рынке свободно около 8 тысяч вакансий. Работодатели из Одессы, Теплодара, Южного, Коминтерновского, Беляевского районов приехали на ярмарку. Их более 30. Мы предлагаем много вакансий для инженеров. Инженеры механики, инженеры электрики. Для кандидатов, я считаю, что нужно им приходить уже с подготовленными резюме, с информацией о себе, с данными, по которым с ними можно связаться. Но зарплата разная. Зарплата средняя у нас по вакансиям это 3 тысячи гривен. Есть вакансии и с более высокой зарплатой, есть и с менее высокой зарплатой. Как правило, у нас в центрах занятости ежедневно где-то около 50% вакансий, которые выше минимальной и ближе к средней зарплате, которую я вам сказала. И прежде всего переселенцу, как и каждому человеку, хочется зарабатывать больше. Они хотят прожить на эту зарплату, потому что все приехали, у них нет жилья. То есть надо жизнь начинать сначала. Поэтому все-таки они ищут работу, действительно, где вакансии с большой заработной платой, для того, чтобы можно было прожить, можно было прокормить семью. Переселенцев в нашем регионе поддерживают как могут. Люди, может быть, стесняются, может быть, психологически еще были не готовы обращаться. Но сейчас прошло время, многие из них решили для себя окончательно вопрос, что они остаются здесь, в Одессе, в Одесской области. Ну вот в этой связи, конечно, многие просто начали только сейчас искать работу. Если вы хотите работать, обратитесь в центр занятости. Каждый день здесь предлагают около двух с половиной тысяч вакансий. И это официальная работа. Ольга Голодова, Валентин Мирза, 7 канал.